Комната экспедиции. Стоит ли того, чтобы я прочитал слова леса, разработчик определяет судьбу Рима, когда вы завоевываете чужие земли и ведете политические интриги. В этой пошаговой РПГ сражайтесь напрямую с вашей партией претарианцев, ведите свой легион к победе и выбирайте свой собственный путь. В истории, где каждое решение имеет значение, как вы будете управлять будущим правления. Первое место, ребята, графика. В помещении это выглядит довольно красиво, хотя некоторые текстуры выглядят немного плохо, но снаружи это выглядит действительно хорошо. Бой выглядит красиво. Да, с графикой вообще никаких проблем. Есть несколько различных вариантов, которые вы можете настроить и изменить, если игра вам не подходит или не удовлетворяет, но у меня вообще не было никаких проблем с запуском игры. Бейте бегом, как во сне. Звучит неплохо. Временами тоже приличный голос за кадром. Для, по большей части, некоторые из них немного похожи на сценарии, но многие из них очень хорошо написаны и звучат действительно хорошо. И как я уже сказал, бой звучит действительно круто. Игра сама по себе представляет собой отличную историю. И в зависимости от того, как вы выберете своего персонажа в начале, когда вы его создадите, в самой истории произойдут значительные изменения. Потому что после того, как вы пройдете мимо, эстетика вашего характера, вы должны выбрать, хотите ли вы быть законченным ублюдком. Я имею в виду, что мой персонаж, самый большой Дикус, он. Он придурок. Он был. Вот таким я его сделал. Я хотел, чтобы он был таким. И это означает, что когда я веду диалог, и варианты, которые мне предлагаются, в значительной степени жестоки. И вы знаете, убивать людей было довольно весело. Добрый день. Это я. Что вы делаете? Сейчас. Как только вы пройдете через это и немного пройдете урок, вам придется выбрать свой класс, свой собственный класс, которым вы хотите быть. Теперь самое интересное. Потому что есть четыре основных класса, которые я не понимаю, вы знаете правильные римские названия для них, поэтому я дам вам их почти на простом английском. У вас пулеметчик, который похож на танкиста. У вас что-то вроде легкой пехоты, которая немного больше похожа на парня из ДПС. У вас есть лучник, и у вас есть такой парень с пикой, который владеет посохом. Который может быть похож на медика и все такое. Потому что у каждого из четырех классов есть три подкласса. И три подкласса для каждого класса великолепны, потому что когда вы начинаете вкладывать свои преимущества в эти или свои таланты, если хотите, вы открываете больше талантов в этом классе. Итак, чтобы добраться до действительно вкусных продуктов внизу, вам придется вложить много средств в каждый из них. Три подкласса. Теперь вы можете смешивать и сочетать, так что вам не придется смешивать их все в одно, так что это действительно потрясающе. Так что вы можете взять немного, как фрукты. Например, в классе лучника я немного отошел от класса снайпера, но в основном перешел в класс стрелка, что как раз подходило моему стилю игры. Теперь дело в том, что с этим вы не можете уважать, поэтому вы должны убедиться, что все сделали правильно. У вас есть пять компаньонов, и все они довольно разных классов. Однако позже в игре вы набираете центурионов, и в итоге у вас остается пять компаньонов плюс, может быть еще десять, одиннадцать или двенадцать центурионов. Что вы также можете принять участие в некоторых боях вместе с вами? Каждый из них. Классы. Вы отвечаете за их прокачку, водите их деревья навыков, решаете, какими классами они будут, получаете оружие, получаете их броню, получаете все для них. Вы были ответственны за все это, что я люблю. Это потребитель времени, но вы действительно получаете много добычи, выполняя задания, выигрывая войны и выигрывая сражения. И вы настраиваете их так, как хотите, в соответствии с вашим стилем игры, и чтобы хвалить друг друга. Когда вы отправляете их в бой, что абсолютно необходимо, значит это действительно глубоко. В эту игру тоже очень легко играть, и бой, которым я сейчас собираюсь заняться, доставляет мне такую радость. Это колдовство основано на бою, но так. Причина, по которой я так люблю ее, возможно больше, чем любую другую игру такого типа, заключается в том, что в ней нет порядка хода. Поэтому я. Мне не нравятся приказы о повороте. Вы знаете, куда этот парень должен пойти первым. Почему? Почему вон тот парень не может занять первое место? Ну, в этой игре любой может занять первое место, но самое лучшее в ней то, что. И я никогда раньше не играл в онлайн игры, так что вы, наверное, все это знаете. Люди, которые играли в Викинг и все такое. Но что касается меня, то я был потрясен, когда узнал, что вы можете просто немного подвинуться с одной морковкой. А потом просто сказать, я просто оставлю вас там. Переместите этого другого парня на второе место. А затем вы могли бы переместить другого парня, а затем вернуться к первоначальному парню, которого вы переместили. Я имею в виду, вы могли бы даже послать парня напасть на кого-нибудь, а затем отодвинуть его назад после того, как на него напали. Они позволили кому-то другому войти и тоже напасть на них. Значит, это так универсально. Вы получаете приемы атаки и движения. Если вы не используете свою атаку, двигайтесь вверх. Вы можете просто двигаться дальше и просто перевести все это в режим движения. Кроме того, если вы убьете врага без ранга любым оружием, которое у вас есть, вы вернете свое очко атаки. Это действительно круто. Так что их очень много. Дело в том, что в настоящем бою есть фланговый удар. Вы можете метать огонь. Вы можете вывести людей из строя водой. Вы знаете, что они в огне. Вы можете помочь людям. Вы можете исцелять людей. Вы можете помочь людям. Вы можете бросить масло, а затем выпустить в него стрелу и поджечь всю землю рядом с врагами. В некоторых миссиях есть катапульты, где вы стреляете из пылающих катапульт. Вы стреляете камнями и всякой всячиной. Есть даже сражения легионов с легионами, которым я вернусь во втором, но в бой чертовски легко играть, очень-очень легко, трудно овладеть. Вы должны действительно быть осторожны с тем, какие способности вы используете. Вы должны подумать о том, что собираются делать враги. У вас есть мышь над ними, чтобы сказать, какие у них бафы. Вы должны быть очень осторожны с тем, кого отправляете в бой первого. И это так. Играть легко, но вы должны действительно знать, какое оружие у вас есть, в чем оно хорошо, нужна ли вам первая броня, прежде чем вы войдете и начнете пытаться нанести какой-то острый урон своим мечом. Так что здесь есть о чем подумать. Бывают времена, когда вам нужно просто держать оборону. Может быть, просто поставите один из ваших тяжелых танков, чтобы перекрыть вход врагу. Потушите немного огня, чтобы они не могли пройти мимо вас немного времени. Много-много всего этого происходит. Там также есть большая карта, где вы. На главную карту игры, где вы пытаетесь захватить различные провинции-провинции. Это в Азии, в первом акте в Африке и во втором акте. Я еще не приступил к третьему акту. В данный момент я все еще работаю над вторым актом, но Азия единственная, которую мне разрешено показать вам в этом обзоре и до 20-го числа. Это одно из правил эмбарго. Итак, в Азии у вас есть эта большая карта Азии, и когда вы нажимаете старую клавишу, вы можете увидеть все, что есть на карте. Там есть такие фермы-каменоломни, железные рудники и прочее, и вы должны отнять их у врага, похитив провинции, а затем напав на шахты и захватив их для себя. Вам нужно захватить железные рудники, и это потому, что у вас есть небольшая база на карте, и на этой базе вы хотите что-то строить. Вам нужно строить больницы. Вам нужно построить оружейные склады, где вы могли бы создавать оружие. Вам нужно построить гарнизон, где вы сможете набрать больше центурионов и больше легионеров. А если у вас нет, при нужном количестве материалов для лесозаготовок вы не сможете их построить. Так вот почему на карте вы должны взять на себя все эти вещи. Так что это своего рода стратегическое решение. Не так много в плане городского строительства, но у вас есть стратегическая карта, где вы должны ходить и брать вещи, и вы делаете это со своим легионом. На карте также есть множество квестов, где вы также перемещаете своих собственных компаньонов, и у вас будет много-много диалогов с разными людьми. Вы встретите множество разных людей. Там происходят заговоры с целью убийства. Вы должны решить, на чью сторону встать, потому что когда вы принимаете все решения, вы можете разозлить своего. Ваши коллеги, если они... Некоторые из них могут быть ублюдками, некоторые из них могут быть более снисходительными, некоторые могут быть жадными, некоторые могут быть честными. Так что вы должны быть осторожны со всем этим. Там также могут происходить события РНГ. На вас могут напасть бандиты, что вызовет большую боевую сцену. Там могут быть дикие животные и все такое прочее Нужно встретиться со многими людьми Есть еще и любовные интересы На карте вас ждет целое приключение Но настоящее сражение Легиона в основном происходит путем выбивания врага И они также будут атаковать ваши форты И вы должны убедиться, что там есть гарнизон, когда они придут за вами Немного обидно, что сражение Легиона Это всего лишь несколько значков на экране с некоторыми цифрами вверху Это похоже на маленькую мини-игру В которую вам на самом деле не нужно играть Вы просто или-или проходите мимо нее Главное, на что вам нужно обратить внимание Это тактика на трех этапах боя Первый боится, что у вас будет выбор того, что вы хотите уметь делать И все это основано на тех Центурионах, которых вы назначили в свой Легион в качестве лидеров Вы сами назначаете их из своего рода конюшни Центурионов, если хотите И вы также можете создавать стратегии, забывая название здания, которое вы строите И оно генерирует стратегии Вы можете получить, например, катапульты, которые являются одноразовыми пользователями Которые являются очень мощными осадными башнями и прочим И если у вас много всех этих хитростей, много хороших, то довольно трудно проиграть битву Я вообще не проиграл ни одного из этих сражений, когда играл Но вы можете получить больше добычи, если у вас есть приличные стратегии, и вы не потеряете столько людей Но эта часть игры была немного разочаровывающей Мне бы хотелось, чтобы это было намного более плотным Мне понравилось, как если бы это было похоже на Total War, это было бы потрясающе Но я думаю, что это просто будет слишком Но в целом, ребята, мне нравится эта игра Безусловно, в этом году это будет непросто Поверьте мне, что касается пошаговых РПГ, я не думаю, что в этом году это будет превзойдено Я бы с удовольствием посмотрел, как его побьют Я имею в виду, что я за отличные игры, но я получил такое удовольствие от того, как долго я в них играл О боже, я занимаюсь этим 27 часов, а начал играть только два дня назад Итак, я полностью посвятил себя этой игре Абсолютно потрясающе И мне понравилась каждая вторая часть этого И я еще не закончил с этим Но я должен взять завтра отгул, потому что 20-го у меня много дел, так что у меня небольшой перерыв с рукой О, мне не следовало этого говорить Это немного Да, я не хочу больше никаких долбанных переломов в моей руке Но вот и вы, ребята Комната экспедиции определенно, определенно стоит того, чтобы ее купить В данный момент на Green Man Gaming действует скидка 20%, за которую стоит ухватиться Вы также можете получить это в Steam Epic И я думаю, что это на гак Но если вам нравится медленный ожог Рассчитайте 65 часов, чтобы завершить его с возможностью воспроизведения Потому что вы можете переделать его как совершенно другого типа парня с разными типами персонажей Его стоит купить Определенно, одна из лучших игр на 2022 год Слава богу, сейчас мы начинаем играть в приличные-приличные игры Слава богу, сейчас мы начинаем играть в приличные игры Слава богу, сейчас мы начинаем играть в приличные игры